В Москве состоялась конференция «Высшая передача», организованная компанией «Авитоавто». Хотя на этой онлайн-платформе продаются как новые, так и поддержанные машины, в нынешних условиях рынка на первый план вышли именно автомобили с пробегом. Рынок новых автомобилей в этом году в принципе снизился более чем на 60%. Естественно, вариантов покупки нового автомобиля стало гораздо меньше. Поэтому частные покупатели стали рассматривать автомобили с пробегом. Но и на них цены, естественно, возросли. У вас появилась и возможность продать дороже, но и покупать вам тоже дороже приходится. Дилеры с их системным подходом могли бы придать пестрому вторичному рынку прозрачности и организованности. Однако, как показывает практика, многие дилеры растеряли сноровку в работе с этим сегментом рынка. И теперь настало время восстанавливать навыки. Дилерские склады падали только лишь из-за того, что все эти годы дилеры сидели на трейд-ине и игнорировали возможности рынка автомобилей с пробегом. Раньше для дилеров самым маржинальным сегментом были новые автомобили. А сейчас, с учетом перестройки рынка, становятся автомобили с пробегом. А здесь как раз у нас максимальное количество продуктов и решений, которые позволяют дилерам эффективно эти автомобили не только продавать частным покупателям, но еще и выкупать у частных покупателей. Авито прекрасно понимает необходимость постоянно меняться. Все-таки за 15 лет компания прошла путь от IT-стартапа до огромного, известного всем и каждому, сервиса с посещаемостью 60 миллионов человек в месяц. Среди нововведений система Автохаб, которая объединила функции сервисов Хараба и Макспостер, прежде помогавших покупать и продавать автомобили с пробегом. Естественно, речь заходила и о параллельном импорте, объем которого, по мнению экспертов Авито, пока относительно невелик, не более сотни тысяч машин в год. Зато есть надежда, что по новым каналам к нам повезут не только относительно дорогую, но и вполне доступную технику. Те автомобили, которые бюджетные, были представлены на российском рынке и производились здесь локально, да, их доля вымылась, но за счет этого у дилеров, которые занимаются параллельным импортом, появилась возможность привозить бюджетные модели, которые были предназначены для других рынков, ну, например, азиатских стран, либо центральноевропейского региона. Большая часть отлаженных деловых процессов и механизмов ушла в историю, и теперь игрокам рынка необходимо остаться на плаву в новой реальности, где роль онлайн-платформ вообще и Авито в особенности стала куда важнее, чем прежде.